шакшука шакшуки быть здрасте дорогие друзья вы просите завтраки 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 вот я начал помаленечку делать завтраки и несмотря на то что я понимаю это популярный рецепт и многие уже его вообще в принципе умеют делать но и глазуни же все умеют делать да и борщ умеют все делать но мой вариант показываю не учу вас не даю никаких таких комментариев что типа нужно делать так я просто показываю как делаю шакшуку я для того чтобы вы для себя что-то там вдруг увидели и потом сказали ой а нам тоже так нравится мы так тоже будем делать шакшуку значит начинаем вот чего зира обязательно сюда зиры ее нужно помолоть и чуть-чуть соли давайте добавим вот тут соль чуть-чуть соль зира обязательный атрибут шакшуки израильская яичница должна быть пряная значит кто-то раз эльханут смесь специи добавляет кто-то добавляет еще молотый кориандр и фенхель кто-то добавляет но зира это вот характерная особенная специя ближнего востока ну израиля в том числе окей далее сковородку сразу же поджигаем масло остатки в бутылочки у меня тут вкусная греческая подарил мне кто-то тогда эту бутылку мои друзья греки дионис наверное вкусное греческое масло не это то испанское ну тоже классная все финаль для шанс финаль как говорит эдуард суровый значит лучок тут на вкус и цвет как говорится кто-то полукольцами кто-то кубиками кто-то по всему полу разбрасывает когда готовит кто-то всю кухню изгадит так что потом жены говорят лучше бы ты не готовил дорогой вот это сейчас я про те три кусочка которые улетели у меня сразу лучок сюда значит стеночки у болгарского перчика опа обрезаем две штуки кубиками нарезаем активно интенсивно сразу же к луку отправляем перца не жалеть хотя вот по всем таким канонам да вот мы же стебемся там про еврея всякие шуточки и так далее при всем при этом шакшука это реально вообще я не знаю откуда она взялась в израиле как блюдо потому что это вообще не еврейское блюдо здесь прям должно быть все богато дорого-богато может быть это из одессы откуда-то это приперла история вся но здесь и томатики у нас есть и должны быть обязательно лучок чесночок зеленуха и чего здесь только нету значит томатики обязательно жарим все жарим жарим лучок чтобы у нас прям под карамели завал сливочного маслица кусочек надо бросить оливковое есть со сливочным вкуснее я всегда люблю добавить еще и сливочного туда ингредиентов много поэтому 10 граммов масла не переживайте должно быть все мега вкусно помидорки я купил вот такие скажем но такие короче недорогие потому что все таки в тушение сильно не стал там выпендриваться себе то я конечно подороже беру те которые ем и вот у меня очень моей жены очень андрей саныч у него сегодня кстати день рождения вот этот любитель помидор даже иногда за глаза помидорным папой называем вчера жена горит надо и помидор купить те да дорогие берем помидорки вкусные сладки потому что это кайфушка значит пару помидорок у нас уходит вот сюда как только все обжарил я все добавляю помидорки жарим тушим тушим жарим 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 тушим жарим делаем все быстро на сильном огне значит чили перчик если перчик острый у меня такой вот три маленьких колечка ну ладно 4 он должен быть такой найти шакшука должна быть остренькая слегка такая чуть-чуть как бы пробуждающий аппетит с утра самого вы должны проснуться утренние такие всякие настроения не забываем что у нас еще есть чеснок зубчик такой приличный но это все относится к радостям жизни такими кубиками и не кубиками кусочками порезали 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 все классно все соскребли в одну кучку 2 с горкой чайные ложки ложки томатной пасты и знаете что я делаю не всегда так делаю но иногда если есть куриный бульончик я вот сюда вот его опа делаем вот такой вот томатную жижу поменьше огонек все размешиваем смотрим у нас получается вот такая вот густая масса значит я люблю всегда чуть жиже еще немножко добавлю бульона шакшука должна получиться такой чтобы потом ее можно было хлебом вымакивать это вот важный очень элемент даем шакшуке немного повариться пока шакшука варится немного сюда добавляем чили и чеснок теперь сюда добавляем зиру джира как говорят в индии джира так вот прям обильно надо ее посыпать чтобы она пряная была у аромат чеснок и зира самое что не на есть я знать что добавляю сюда еще копченую паприку копченую паприку буквально несколько щепоток один на свое усмотрение один раз делаете две щепотки просто посыпьте потом поймете что вам там недостаточно уже в следующий раз будете делать больше теперь все нужно размешать так аккуратно с краев собираем чтобы на краях у нас ничего не сохло соль добавляем яйца подготавливаем и выкладываем их вот каким образом смотрите значит ложкой нужно во первых все еще разочек перемешать чтобы здесь и бульон и все это томатная основа перчик все это разлетелось по сторонам лучок потом делаем вот такое как бы сказать все твердые убираем в сторону кусочки и аккуратно выкладываем на первое яйцо если твердых частичек не будет в этом месте небольшом то яйцо под своим весом она как бы раздвинет жидкость и ляжет туда ближе к дну и то же самое делаем еще двумя с двумя яйцами опуска рубку оттуда достаем если вдруг упал все яйца у нас начинают готовиться делаем так есть масса вариантов можно немножко крышкой прикрыть но следите чтобы желток не забелился я предпочитаю на медленный медленный огонь на на самую маленькую конфорку и все и пусть прогревается снизу потихонечку медленно время нужно чуть-чуть потом можете если вы делаете завтрак пойти зубы почистить там глаза помыть побриться побриться там кто в зависимости у кого где чё сделать все свои дела и как раз за это время приготовиться яичница шакшука дело же житейская пора доставать пора доставать значит смотрите что в чем суть когда сверху белки должны быть чуть-чуть сыроваты нет можно и йога я говорю под крышкой и тогда сверху они затянутся все здесь уже на любителя кто как хочет так и жарит вот так и жарит я считаю что во первых от сковородки тепло идет по на продолжает греться мы уже задали вот эту вот инерцию тепловую то есть она уже уже дальше 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 прогревается обязательно зелень причем у меня вот здесь вот кинза я обрывал тут от двух корешков листья поэтому у меня здесь меньше листья больше корешков должно быть значит от кинзы только корешки с остатками листьев потом зелень сельдерея обязательно и петрулечка петрулечка вот тут она была об пару веток петрулечки должно быть обязательно вся зелень должна быть яркая по вкусу но петрулечка не такая яркая по вкусу смысле безвкусная но она тоже должна быть в шакшуке значит вот так складываем зелени должно быть реально много много прям но я видите немножко лукавлю здесь получается у нас что если от кинзы взять стебли только а листья от всего остального тогда у нас листьев получается на 30 процентов меньше но вкуса сто раз больше потому что стебли можно красный базилик кстати использовать любят очень русские люди шакшуку красный базилик видите уже почти все свернулось во всяком случае тот белок который у нас протек вот тут он уже видно по состоянию души шакшуки смотрите зеленуху надо сыпать не на яйца для того чтобы было красиво я так всегда делаю но продюсер меня заставляет не сыпать зелень поэтому многие блюда у меня без зелени вот так вот а то картинки видите ли не видно конечно вы потому что не смотрите если вдруг что не так чтобы есть шакшуку нужен не только рот ртом тоже можно есть шакшуку но хлеб тягучая мякоть влажный такое должен быть я прям очень люблю влажный хлеб такой видимо как тянется такой бездрожжевой но всяком случае этот бездрожжевой его можно подсушить на сковородке ну чё сушить на сковородке если хлеб свежий вот так прям берете опа желток это очень вкусно почему люди во всем мире не любят шакшуку потому что самая сочная ароматная пряная яичница и самый лучший завтрак для любимой или любимого вот такой чистый сок я с вами прощаюсь ну вы сами все поняли короче мне надо доедать а вам нужно завтра обязательно приготовить этот завтрак пока